все-таки я еще показываю вам помимо того что буду целиком показывать этот блокнот хочу вам показать как я пришиваю приклеиваю вот такие такой чебор такие не знаю что это деревянные штучки на обложку блокнота так вот берете штучку обводите ее на бумажке на обычной бумажке но про беру поплотнее обводите вырезаете чуть меньшим форматом вот так вот приклеиваете на любой клей я клею на такой но приклеивайте прошиваете на машинке и сверху опять-таки ну вот я клею уже на бумагу отлично держится и вообще просто не оторвать таким вот образом шили теперь ниточки все на обратную сторону и заправить их рыжий-рыжий-рыжий-рыжий-рыжий-рыжий-рыжий-рыжий-рыжий Юля из Нарвы и она такая говорит ой я хочу тебе к Пасхе прислать открыточку я такая да да ну конечно без вопросов и она мне ну по коматам да как бы он и я такая ну ладно давай шли тралала и значит посылочка пришла не посылочка открыточка пришла я такая приезжаю по комат а тут открыточка размером 30 на 30 стандартной коробочке из под как она называется из-под пиццы вот нет там ничего тяжелого как бы такое ну не знаю может быть до килограмма но это все равно явно больше чем просто открыточка Юля ты просто меня как это сказать я даже не знаю я не могу подобрать эмоций приеду домой буду открывать ну вот я уже дома и сейчас я распакую тут и посмотрю что же мне опять прислала Юля кстати Юля спасибо за такую большую коробочку у меня как раз кончились такие коробки у меня же есть что тебе послать то что твое лежит у меня и она как раз вот формата этой коробочки красота какая я так наверное сделала красиво ой ну опять все упаковано посмотрите какая красотища я вообще помню мне когда Юля прислала свою первую посылочку вообще самую первую она мне написала что ой ты может быть ее не открываю перед камерами я так и упаковывать красиво не умею и вообще как бы на 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 вот посмотрите это уже четвертая мне кажется посылка от Юли и это просто посмотрите какая красотища вообще такие пакетики индивидуальные сразу видно у Юля машинка появилась прошитые от штамповочка вообще просто бомбически посмотрите какая красотища я так так глядела уже там у нас открытка давайте мы открытку потом посмотрим самую последнюю очередь так здесь пакетик так не волшебница что-то как бы вот это все открыть красивенькой посмотрите какая красота сумочка посмотрите какая сумочка с бабочками офигеть очень красивая прям я так люблю такие штуки всякие мне так нравится красота прям весенняя сумочка а тут у нас конечно же шоколадочка с котиками ми-ми-ми спасибо большое и котиками для настроения что это так тут по веточке моему мужу понравился А это что? Это платок? Юля! Божечки-кошечки! Блин! Какая красота! Посмотрите, какая прелесть с котами! Какой красивый шарф! Юля, слушай, я его буду носить все время. Юля, ты меня балуешь! Это просто великолепный платок! Или не платок, а шарф! Он просто... Хочется сразу же выйти на улицу и его обмотаться им с головы до ног. Какие классные коты вообще! Так, ну а теперь давайте открыточку посмотрим. Открыточка и правда большая. Смотрите, какая прелесть пасхальная! С яичками! Очень красивая! Юля, ты прям растешь! Мне так вообще радостно за тебя! Там вот куча всего написано, это я почитаю потом. Ой, с обратной стороны тоже украшено красиво! Прямо, слушай, Юля! Вот правда очень радостно! Классная! Девчонки, скажите, что классная открытка! Очень нравится! Юля, большое тебе спасибо! Ты прям заряд позитива! Это вообще эти мега-коты! Это сумочка! Шоколадка тоже! Вот! В общем, спасибо тебе огромное, что радуешь меня в эти грустные дни каротина! Вот! Ну, а вы не переключайтесь! Там еще что-то во влоге будет обязательно! Ну вот, я отослала свои два блокнота в Россию! Надеюсь, что они дойдут быстро! И записываю тут кусочками влоги! И хотела вам показать тут свою Анну тоже вот недавно начала делать! Не знаю пока во что это выльется! Это такой альбомчик, блокнотик на конвертах! Я увидела у Лиры ее, ну не мастер-класс, а обзор альбомчика на конвертах и с прозрачной обложкой! Меня прозрачная обложка не то, что не привлекла, а может быть, я когда-нибудь и сделаю, но не в этом дело! Я увидела, что у нее самодельные конверты! Мне это вообще даже как-то в голову не приходило! потому что я уже делала альбомчик на конвертах по мастер-классу Натальи Йен, но при этом как бы там конверты были крафтовые, покупные, да? И мне даже в голову не пришло, что их можно сделать! Ну вот! Я, короче, когда увидела обзорчик у Лиры, это было часов 10 вечера, и меня... Я уже лежала в кровати, все! И такая... Меня как подкинуло! Я встала, оделась и села делать этот альбомчик! Итак, я взяла... У меня есть прошивные переплеты, которые я еще в свое время, когда Алина закрывала свою группу, устраивала расхомяк, я у нее купила целую пачку этих прошивных переплетов, потому что я сама их не умею делать, да и не говорю желанием на самом деле, да? То есть мне проще вот купить, у меня их там хватит на какое-то время, а потом я опять куплю, наверное. Вот! И я... Ну так как они белые были, а бумага у меня... Я сразу взяла вот, кстати, по поводу расхомяка, да? То есть бумага, от Кузи Форест, не от, а бумага Кузи Фореста от Скрапмира, и как бы там листы, которые по листу у меня были, да? Я такая думаю, ну вот надо расхомячить. И вот в итоге, вот эти листики, которые были по листу, я примерно... То есть они такие зеленоватые, бежевые. Я взяла два вида спреев, заспреила полностью корешок весь, так как он был белый, он стал не белый, он такой золотисто-коричнево-зеленовато-бежевый, в общем, такое что-то, да? Вот. И я вклеила в него конверты. Конверты, правда, пришлось, видите, подклеить полосочку, чтобы закрыть вместо склейки, так как я, ну, не придумала, как их по-другому можно аккуратно вклеить, да? Вот. Ну, я думаю, что это все равно закроется декором частично, да, и сильно не портит. Но я решила в этом всем применить идею Жени Типикины, которая вот между... В одном из своих тревелов, да, в одном из своих тревелов показывала, что можно вставить тетрадочки, так как вот в Мидоре мы вставляем, да? То есть я здесь делаю люверсы, внизу, вверху, и вот через два, да, и сделаю... Вот у меня есть такие состаренные странички в кофе. Два вставлю таких в локнотиках. Еще здесь будет обложечка из скраб-бумаги, да, это я просто еще не подобрала. Какую-то надо взять тоже из расхомяка, из полисна, да, которая будет подходить в тематику эту. Что будет на обложке, я еще не знаю. Кроме этого, мне нужно украсить это все дело. Здесь я уже вставила магнитики снизу, да, вклеила. Когда склеивала конверты, я вставила магнитики сразу, чтобы здесь вот, когда приклеится декор, тоже будет магнитик, и он будет закрываться на магнитик. Вот. В общем, короче, так. Вот такой вот у меня получается альбомчик. Но это вряд ли как блокнот, это скорее, наверное, как вот альбом, какой-то даже, наверное, тревел вполне себе подойдет, да. И, в общем, вот буду держать вас в курсе и это все я сделала буквально за два часа, наверное, за... Не за вечер, в общем, даже за час-полтора. Ну, нет. Скорее за два часа, наверное, я это сделала. Вот. В общем, как-то так. Очень я довольна этим своим. Пока все движется. так буду держать настоящий кот скрапера гляньте на него прошел с лазовки сюда и улегся головой естественно на цветочек прям не могу приезжай рыжий у и ты же низкие не только его рыжий ой потревожили кота а если я заберу а сюда копы забрала лежи рыжий тебе удобно так а если заберу до копа так удобней прыжей ты дурень рыжий 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 вчера полвечера красила бумагу чаем крокодит я если честно думаю что он будет либо серая либо с розовым отливом а получилось синее причем такая же эти синие вот я вообще думаю какой-то блокнотик запилить ну такой знаете с крашеной бумажкой вот а теперь надо подбирать какую-нибудь синюю коллекцию бумаги красиво ну и пока сидим на карантине я решила использовать но нет не использовать как сказать закрыть все гештальты а именно купленные в прошлом позапрошлым позапозапрошлым году мастер классы разные там всякое такое не только в скрапе но у меня и по рисованию тоже там куча всего я решила наконец-то начать что-нибудь делать вот и сегодня я делаю альбом по мастер-классу лены маргун ну и посмотрим что у меня получится немножко бумажки вот немножко картончик а сохнет так что буду держать вас в курсе ну вот в общем короче да я вам показывала крашеные странички вот они сухнут дальше не странички но основа да для страничка нарезала еще картон скруглила такой он как-то на камеру не очень красивый но такой лесного цвета жемчужный картон прошила сиреневая ниточка потому что мне будут сиреневые украшалки в общем все остальное будет в сиреневых цветах в сиреневых цветах а это у меня пробу пера не могу решить чем делать ну трафареты да это у меня значит импаста она вообще как-то просто волосилась видите как через трафарет да получилось чмяк чмяк но это может быть какая-то моя криворукость небольшая это у нас от скрапега паста винтаж которая да это тоже зелененькая от скрапега а это у нас паста от финнабер вот такая вот давно хотел ее попробовать ну и плюс я тут пробовала воски разные да то есть чем потом еще можно было дополнительно помазюкать если честно да лена говорила в своем мастер-классе что при жемчужной бумаге лучше использовать какую-то матовую ну как сказать матовую текстуру да вот и потом ее еще ну там чем-то например восками обработать да но мне если честно как-то не то не другое не третье нравится а вот это блестяще понравилось больше вот в общем и как-то мне вот это больше всего нравился даже не знаю продолжаю я с блокнотом это уже второй разворот первый разворот вот я склеила сегодня но он еще не приклеен картон естественно да но я просто положила а еще магнитов там нет внутри да то есть вот я еще подумал может быть сюда под ложечки тоже сделаю посмотрю короче но все равно потом обзорчик конечно сниму тяжело пока идет как-то немножко конечно на очном мастер-классе все намного проще несмотря на то что алена очень подробно все объясняют своих видео но когда ты берешь другую бумагу другую коллекцию другие цвета намного тяжелее вообще работается короче да вот и в итоге я тут целый день с этим вот только сразу со складками да все остальное нарезала покрасила торцы это я все вчера сделала прошила странички в общем это вот а сегодня я уже значит с разворотами мучаюсь ну нет я не могу сказать что я мучаюсь просто это так очень медлительно достаточно идет и и и хочу вот сейчас закончить этот разворот ну и может быть еще даже начну следующий завтра целая куча котов приедет ко мне и в понедельник у меня съемка поэтому наверное где-то не знаю может быть только во вторник среду получится позаниматься опять скраб я уже выложила на канал первая часть целого видео о бумаге ну именно о той которая в наборах и там еще одно будет видео я думаю чуть покороче потому что тут меньшее количество чем в той коробке было и на этом будет все если честно я уже устала от бумаги от этой но я с удовольствием в принципе это расхомячилась и принципе вот эта стопка вот эта стопка это лежит на расхомяк то есть там наверное не все но почти половина от этой стопки это расхомяк вот и не знаю сколько получится второй коробки там другая бумага как бы да и мне там как-то просортировано было так непонятно посмотрим вот но девочки уже да уже очередь стучаться в личку мне за той или иной бумагой которую они увидели в видео и я уже там два набора уже ушло можно сказать из того что я откладывал на расхомяк вот в принципе уже с какой сегодня число у нас 24 апреля сми пятница уже скоро месяц закончится а я как-то ощущение такое что ничего не сделала как-то не знаю все такая жизнь такая медленно размере мы в карантине и поэтому как-то не это ощущение и время течет быстро и понятно что там 12 числа ну непонятно пока продлят или отменят уже карантин наш но я понимаю что как только его отменят откроют границы опять все ну там в течение месяца-двух все восстановится да и во всяком случае там выставки как бы никто не отменял да то есть и они в любом случае будут происходить не будет такого что резко все схлопнется и ничего не будет да то есть придется ездить куда-то и ну как-то я не знаю я уже привыкла так было бы сидеть не с одной стороны хочется куда-то вылезти поехать потому что дом магазин и обратно да это такой путь уже который поднадо ела раз в неделю он как-то есть ощущение того что жизнь проходит мимо да ты сидишь дома и ничего не делаешь но такого глобального да то есть ты просто сидишь дома и все вот поэтому я решила утилизировать все свои ну не утилизировать а скажем закрыть все свои мастер-классы которые у меня куплены меня еще впереди ждет блокноты от нади хмелевской и блокнот софтбук от оли гринберг мама гаимки и что-то там еще от маргун по моему открытки еще какие-то у меня есть и там куча всякого всего у нее к чему я доступ получила когда я купила первый мастер-класс до школе вдохновения нет формула вдохновения в общем короче как говорится клеить не переклеить вот ну и да так живем вот коротенький совсем вложек этот получился это считайте почти за неделю да наверное посмотрим я может быть еще завтра поснимаю вам котиков ну как получится не не знаю какие будут ну то есть по характеру да то есть позволят они мне что-то делать или нет и насколько быстро надо будет снимать в общем поэтому на всякий случай я с вами попрощаюсь но если что коты будут по скриптам спасибо что смотрите меня всем пока пока куда ты пошел куда ты пошел смотрите слушай последнее перо выбрал отбери от него перо ты такой как это сказать зверь зверь такой да кабачок вы крякалки в твоем такие ну ты куда пошел некоторые наши первые первые облака Субтитры сделал DimaTorzok